Можно немножко спросить? Согласованных нет сегодня? Ничего не услышал? Можно спрашивать? Если есть. С днем добрым! Я дала подсказку на комментарий Вадима. Очень так неумело. От порыва души она была. И сейчас ко мне подходит очень много сестер и братьев. И говорят, что мои действия были неправильны. Так как то, что говорит Вадим, это практически то же самое, что говоришь ты. И говоря подсказки Вадиму, я иду против тебя. Мои ощущения другие. И я хотела у тебя это спросить. Так ты спрашивай, что ты хочешь спросить. А перед этим все, что ты говорила, оно специфическое. Верно ли, что Вадиму подсказывать нельзя? А он спросил подсказку? Нет, он не просил. Тогда ты спрашиваешь должна, можно ли давать подсказку кому-либо, когда тебя не просят об этом. Да, я... Ты знаешь ответ этот? Да, знаю, что я не должен. Тогда почему ты это делаешь? Если ты знаешь ответ, который обозначен Писанием, как запрещающий, показывающий, как недопустимо для верующего, то любой знающий это, сделав, приравняется к тому, кто осознанно стремится нарушить закон. То есть он злостный нарушитель. Он не нарушил по неведению, когда что-то забылось, упустилось из внимания, а когда он знает и сделал это, значит, он злостно нарушил. Это вообще действие к верующим не должно никак иметь отношения. То есть, значит, всякий сделавший, он тем самым своими действиями показывает, что к верующему не имеет отношения. Вот теперь проверьте тот момент, когда вы стремитесь делать подсказки. И особенно, если это стремится делать женщина, особенно, то, что мужчине можно еще позволить, в силу его норма мужского, значимости, связанной с особенностью мужской, женщине, недопустимо вообще. Я поняла, спасибо. Учитель, я за последние годы пришла к выгоду, что у меня есть страх отчаяния. Я его однажды испытала, уже 19 лет назад. Но он во мне живет. Видимо, потому, что... Отчаяние – это безысходность, да? Да, это безысходность. Когда ты видишь, что все твои желания, представления, они как будто бы не могут реализоваться никогда. Да. Да, так и было. Обрати внимание. Да. Твои представления, пожелания, они не могут реализоваться. Именно твои. Все вы рождаете, по идее, если упростите, как-то так грубовато выразиться, вы способны рождать бред. Бред у вас не исполняется. И вы попадаете в ощущение безысходности. Представляете? На вас навалится безысходность от того, что какой-то бред не может исполниться. А зачем ему вообще исполняться? Если вы хотите гармонии, развития, так все происходит именно в согласии с этим законом. То есть, все, что нужно для гармонии, на самом деле, всегда происходит. Не спрашивая ваши желания. А значит, если вы что-то не можете заметить, то это не какая-то накладка вокруг. Это накладка внутри вас самих. Вы не видите окружающее, вы не понимаете, что происходит. Ценности не видите, которые вокруг вас разворачиваются, ведь вокруг вас гармония. закон гармонии, вы его не закладывали, и вы его не разрушите, вы его никуда не минуете, никак не обойдете. Значит, вам задача понять его, попробовать, понять и настроиться на него, понимая, что если что-то происходит вопреки вашим желаниям, этому надо быть. Надо. Как бы вы к этому ни поотносились. вы пробовать можете что-то поменять, это нормальный закон свой, индивидуальный, когда вы пробуете сделать так, как данный момент видите правильным, следующий момент вы увидите правильным что-то по-другому уже, и даже то, что видели правильным до этого вы можете увидеть иначе, следующий свой шаг. Это нормальное явление, значит, вы увидев иначе другие усилия станете прикладывать, это нормально. Но вы не должны забывать, что помимо ваших желаний и представлений, по-прежнему существует закон гармонии, и в согласии с ним что-то происходит внутри вас. Как-то на вас это отражается, подталкивая вас к каким-то новым поискам осмыслению. Но не противоречьте этому закону, не боритесь с ним, не воспринимайте мир так, как будто вы сами задаете закон развития. И тогда у вас не будет отчаяния. Вы увидите сложности и будете понимать, что если вы не можете поменять эти сложности, им надо быть. И в этот момент надо просто присмотреться, что у вас рождает эти сложности. Негодование, отчаяние, значит, вы еще пока глупы. грубы в отношении этой реальности. Ну так это же надо менять, а не стоять и продолжать возмущаться дальше. То есть это у вас проблема, а не вокруг вас проблема. Вот и научитесь менять свое представление. Не смотрите эгоистически на мир. эгоистически это когда вы все сравниваете со своими собственными представлениями и видениями и обижаетесь и расстраиваетесь от того, что что-то начинает не совпадать с вашим личным представлением и видением. Это говорит о глупости, о неразвитости. То есть вы еще пока блуждаете где-то в тупиках своего разума, которые вы создаете сами эти тупики. Задаете разные установки, коридоры и ходите по ним. Они никуда не ведут. Они должны привести к стеночке, которая должна показать, что этот путь ваш неправильный. А вы начинаете долбить стенку и еще искать виновного, кто мог установить эту стенку. Ее никто не устанавливал, это вы сами установили. Из-за этой стенки ничего нет. надо просто переосмыслить движение. И вы увидите другие коридоры. Вы меняйте себя. Все необходимое выстроится в соответствии с тем, что вы выберете сами. Но не сразу. Постепенно. Потому что вы должны не просто к чему-то прозреть, радостно воскликнуть, вы должны еще и пойти туда. вы должны приложить усилия, чтобы идти по этому пути, показать, что это вам стало дорого, вы это цените, и в соответствии с этим начнет перестраиваться реальность под вас, для вас необходимое, чтобы чему-то вас научить. Не в смысле будет подстраиваться, удовлетворяя ваши желания, а учитывая ваши какие-то ложные понимания, она будет перестраиваться так, чтобы сломать эти ложные пожелания. И вы дальше чему-то научились после этого. Поэтому отчаяния, по идее, не должно быть ни у кого. Куда бы вы ни попали, если попали, вам надо было там попасть туда. Просто надо было. Да, конечно, кто-то в этом виноват. Как бы кто-то что-то подстроил, действительно, но он тоже искренне считал, что делает правильно. Вы все искренне верите, что делаете правильно. И это и хорошо, и опасно. Потому что, когда вы искренне думаете, что вы делаете правильно, вы начинаете идеализировать свое представление. и требовать от других, чтобы делали вокруг так же, как представляете лично вы. А они делают по-другому. У них другие представления правильного. И у всех они разные. И вот тут вы ломаетесь. Становится сразу куча виноватых. Все делают не так, как вы хотите. То есть ведете себя как обычно. грубо, глупо, бессмысленно. Меняйте себя. Будьте мудрыми. Не торопитесь менять все вокруг. Меняйте себя. Поэтому стремление и желание какое-то дать кому-то подсказку это то же самое. Это стремление поменять что-то вокруг. и вы не можете сдержаться. Вас несет хоть что-нибудь подсказать. Хоть криво улыбнуться, но тем самым показать, что кто-то неправ. Как глупо. Ну, надо же мудреть. Вот сейчас вы и проходите. Интересно, очередной этап. Мудреть. Получайте что заслужено. Что сами выбираете, сами ищите. Ну, вы все имеете нужное, чтобы сориентироваться. Так что уважай происходящее. Оно идет нормально. Своим чередом в помощь вам. Будьте благодарны этому. Это тоже давно мы оговаривали много раз. Быть благодарным за то, что он дается. Я понимаю, что не всему можно улыбнуться из того, что дается. Но оно же не случайно дается. Именно вам. Ведь именно вы это все выбирали. Ведь то, где вы стоите, то, где вы живете, что вы кушаете, что к вам приходит каждый день, по идее, это все связано с вашим личным выбором. И если там какие-то многочисленные сложности, что-то в вашем выборе видимо не то. Какие-то неверные акценты видимо поставили на что-то. Оно может быть похоже на что-то, что есть у другого, у кого как будто бы все хорошо, а у вас как будто вы выбир то же самое, у вас как будто и не так все как-то гораздо сложнее. Значит, в общих чертах что-то похожее, но в деталях большая разница. В каком-то вашем отношении к чему-то очень большая разница. Ведь то, кто к чему-то как-то относится, вы не можете видеть. Вы можете посмотреть, проанализировать, как вы лично к чему-то относитесь, а как кто-то к чему-то относится, вы не знаете. Поэтому порой делая одно и то же, вы получаете разный результат, но это лишь надо оценивать по результату. Если результат разный, значит, вы по-разному это делали. Вы не делали это одинаково. То есть по результату надо смотреть, а не по тому, как вы оцениваете личные усилия. Вы часто так ошибаетесь. Вы оцениваете личные усилия. Если вы думаете и подметили, что вы старались делать все хорошо, а почему-то результат иной, вы вместо того, чтобы пересмотреть свои действия в согласии с результатом, вы начинаете негодовать. Потому что вам кажется, что вы все хорошо сделали. Как же так? И получается, вы размышляете таким образом, как будто бы кто-то недооценил ваше старание. Как будто кто-то не увидел то, как вы старались и несправедливо вам дали другой результат. То есть вы внутри попадаете в негодование. А что это означает? Вы по-прежнему поступаете глупо, неразумно. не бывает такой несправедливости. Если результат вас не удовлетворяет, вы что-то сделали не так. Это гарантированно. Что-то с вами не так. Они не так с тем, что вокруг происходит, и как-то вам что-то несправедливо не додали. это у вас внутри проблема. Поэтому старайтесь продолжать менять себя. Себя. И спрашивать у других о себе. Не стремитесь менять окружающих, выражая свои негодования. Ближний может сделать что-то сложное, что вызовет грусть, как-то приведет какому-то напряжению, переживанию. Это допустимо. Но когда вы выражать начинаете негодование, обиду, это опять же вы поступаете глупо, неразумно, примитивно. И получается, что вам это дорого, если это делаете. Вы делаете выбор так отреагировать, позволить себе такую реакцию. Это ваш выбор. Но тогда будет вам своя цена этого выбора. Вы эту цену получите неизбежно. Это закон гармонии, который вы не обманете. Это продавец какой-нибудь может обмануть покупателя, надавив пальчиком на весы, изменив вес покупаемого. Но гармонию не обмануть. Любое ваше движение, оно учитывается. Нечестность, коварство, все учитывается, все видится, все мысли ваши видятся. Вы мыслями меняете пространство, вы задаете волны, поэтому все это приходит в ответ к вам. Вы отпустили волну, и она вернулась. Только получающая волна, которая будет ломать ваши ложные усилия, а ломают больно, всегда больно. И вот тут надо понять, что это не кто-то принес вам боль. Вы сами родили в себе. Вы сами задали условие, чтобы боль к вам пришла. Вы ее позвали, вам ее принесли. Принесли, не желая порой того, не задумываясь, не осознавая. Почему-то пожелав, почему-то было состояние, и кто-то принес вам эту боль. он просто принес вам ту посылку, которую вы очень хотели внутри. Даже, наверное, по-другому сказать, которую вы попросили. Вы ее не хотели, но вы попросили точно. Обозначив имена эту посылку, не задумываясь на эту тему, она пришла вам точно в нужное время, в нужном объеме, с нужным весом, все столько, сколько надо. И это ваш выбор. Меняйте себя. Так что не надо ничего отчаиваться, все идет нормально, много не получается и не надо. Ну нет, так нет. Не на этом жизнь строится, не на удовлетворение вашем желании, хотя это тоже играет роль, это краски, определенные эмоции, радости какие-то, но вы нередко желаете нормальное что-то, но желаете ненормально. И оно ломается, оно не дается, хотя в принципе неплохое пожелание, но вы внутри к нему тянетесь неправильно, и поэтому и ничего не получается. так что во всех сложностях смотрите и поиск ответа внутри себя, не вокруг, только внутри себя, ваш личный выбор, вы сами выбираете последствия, и не должны это видеть, потому что вы должны научиться это чувствовать, ваша главная ценность, чувственный мир, хотя вы пробуете осознать, но вы не сможете многое осознать, и не просто, наверное, многое, а осознать почти все не сможете нормально, но это и не надо, хотя вы это тянете сделать, учитесь чувствовать, предчувствия, интуиция, совесть, у вас много всего заложено к Богу, и оно может помогать, просто торопитесь обижаться и расстраиваться, расстраиваться глупо, заглушая все те чувственные отголоски, которые могут истинно вам показывать направленность движения. Все. Спасибо. Больше нельзя задать вопроса, поэтому хватит. Спасибо за мной. Будьте благословенны. Счастья вам.